привет привет друзья у нас прямой эфир с артуром получается на двух телефонах я не совсем поняла куда смотреть но вы поняли можете смотреть на моем аккаунте или на аккаунте артур sound привет 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 всем кто присоединяется сегодня будем отвечать на ваши вопросы говорить про то что такое йога голоса звукотерапия проведем небольшую практику йоги голоса и поговорим о туре на алтай вот и в конце будет бонус очень ценный очень классный бонус для тех кто посмотрит наш эфир до конца хорошо ли нас слышно видно как у меня звук как звук у меня все хорошо как у нас нормально все я можешь сказать идет звук да ну что давайте тогда начинать потихоньку наверное начнем с представления да не все мы знают я татьяна новикова арома психолог инструктор йоги голоса по образованию математик окончила мехмат нгу с отличием отличница заучка в прошлом сейчас ничем таким не занимаюсь сейчас я веду йогу голоса и шью арома платья рома костюмы штур я звукотерапевт да мне зовут артур шишков например для аркаунта больше татьяна что мы ему практически все меня знают я музыкант звукотерапевт духовный практик уже медитации звуковые практики под хэмпан и другие инструменты чаши и гитары погружая людей состояние себя состояние души или центра до артур вот кстати перед эфиром пришел такой вопрос а что это у тебя за такой прикольный барабан и с какой стороны он расскажи пожалуйста про этот прикольный барабан покажу его покажу в моем аккаунте далеко не все видели это чудо называли знают ханк или хэндпан да он запретен в швейцарии 2000 году он молодой инструмент это как бы сказать совокупность нескольких инструментов мастера долго искали экспериментировали с разными инструментами чаши гонги стилдрам ну то есть за основу взят стилдрам карибский парабан и получилась такая летающая тарелка издает очень такие расслабляющие погружающие кто знаком со мной уже слышали эти звуки или слышно периодически записях stories вот и собственно на компании и других инструментах в туре на алтаре мы будем погружаться в глубину глубину себя расслабляться и много всего интересного делать еще да ну и я отвечу на вопрос тот же который я постоянно получаю а что такое йога голоса и почему вы называете это йогой ну когда меня такое спрашивают я обычно спрашиваю вы умеете петь и есть два варианта либо человек умеет петь он профессиональный вокалист профессионально поет обучает пению либо он совершенно не умеет петь вот но факт тот что если вы хотите научиться петь вы приходите к преподавателю вокала и он смотрит есть у вас слух есть у вас голос если у вас чего-то не хватает то скажет вам ну извините к сожалению ваших данных недостаточно для того чтобы заниматься вокалом для того чтобы выступать со сцены вот но тем не менее звучание это исконное право человека от рождения звучать и получать от этого удовольствие человек рождается и первое что он делает это он кричит то есть звук это неотъемлемая часть которую мы очень часто ну не очень часто практически всегда теряем в детстве когда нам говорят замолчи заткнись ну чтобы тебя не видно не слышно было пожалуйста помолчи и так далее и йога голоса это такая практика которая восстанавливает наша наша способность звучать получать от этого удовольствие потому что когда мы не звучим и не получаем от этого удовольствие это все равно что мы остаемся без руки или в какой-то клетке такой находимся в которой жизнь не такая как она могла бы быть закрываем свой звук закрываем свой внутренний звук да и с другой стороны к нам также приходят профессиональные вокалисты вот например я была на юна инструкторском курсе йоги голоса и где-то половина была профессиональных вокалистов по вот преподавателей вокала они приходят и говорят что ну да я умею петь я преподаю вокал но вот к сожалению я потеряла вообще цель зачем я это делаю я потеряла удовольствие я не знаю зачем я пою и и вот на йоге голоса вокалисты и профессиональные обучается петь мимо нот они обучаются петь негармонично и обучается принимать себя в таком состоянии недостаточно не гармоничным и как ни странно это улучшает их способность потом петь красиво ну и так же это вот привязка к мелодии к красоте звучания это не всегда полезно и ведет вот не к некоторым таким проблемам психи психологии голоса учит отпускать контроль отпускать внимание не зацикливаться на технике пения и правильности пения погружать погружаться внутрь расслабляться через это расслабление голосом начинает звучать начинает звучать звук собственная музыка и она рождается более чисто да звук лечить мы учимся извлекать звук легко с удовольствием и не прилагая к этому больших усилий то есть ослабляем критическое мышление и вот почему это йога если мы спросим какого-то человека с улицы что такое йога то скорее всего нам скажет но йога это какая-то оздоровительная гимнастика но ну может быть мужчины скажет йога это девочки на ковриках вот такое представление тоже есть на самом деле йога это наука древние которые несколько тысяч лет и кстати придумали ее мужчины и йога в переводе с санскрита означает единение и есть такое русское слово которое соответствует единению это слово счастье с часть е то есть объединение частей то есть путь йоги это в общем-то путь к счастью и древний мудрец патанжали описал восемь ступеней йоги то есть пошагово описал как прийти к этому к этому состоянии йоги то есть к счастью но это конечно не единственный путь и если вот разложить путь йоги голоса на такие составляющие то это две основных составляющие первое это поиск своей индивидуальности своего индивидуального звучания своего индивидуального тона умение быть в своем пространстве и не обращать внимание на то как звучат вокруг как звучат другие снижение критическое мышление это может быть какофоне это может быть мимо нот это неправильно как ну не гармонично но мы учимся принимать себя вот в этом не гармоничном состоянии и второе уже когда мы уже принимаем себя в этом не гармоничном состоянии снижаем критическое мышление то каким-то чудом мы приходим гармонии и вот на практике это выражается как совместное пение мантр совместное пение мантр то есть мел мелодичных каких-то песен мантр и бывает такое что на интуитивном пении тоже вот эта гармония она проявляется то есть люди начинают петь красиво гармонично вместе и хором вот ну сегодня мы проведем лучшую практику до до хочет добавить что-то ну да подкрепите что сказал что так и работает что когда мы просто звучим особенно для меня как на профессионального музыканта тоже казалось странно все эти вещи когда все поют какую-то ноту и где-то где-то не в тональности да вообще а тонально звучит нет какой-то тональность нет кого-то ритма даже а потом в итоге это все срастается в один в одно звучание какой-то в один аккорд один звук и очень звучит так глубоко и внутренне это ощущается что человек раскрывается появляется как это внутренняя опора раскрытие сиренский поток на что-то что-то похожее на это да да совершенно верно и если говорить о связи вот йоги голоса с обычными йогическими практиками то мы также как и на йоге делаем шавас ну также поем мантры но мантры мы конечно поем больше то есть под музыку с удовольствием либо мантры либо песни вот на туре мы будем петь или под гитару вот сейчас можно проведешь практику на разговор вот и ну а то что чем отличается всем остальным она отличается в общем то мы не качаем пресс не качаем мышцы не кончаем растяжку мы качаем своей способность проявлять эмоции и чувства через голос ну давайте перейдем к практике сейчас давайте сделаем вдох озвученный выдох с плечами как будто снимаем рюкзак и еще пару таких вдохов и выдохов со звуком илья у нас тут еще зрители и онлайн оффлайн зрители и это очень полезно снимать рюкзак потому что мы постоянно что-то носим на своих плечах и снятие рюкзака но полезно мы делаем это практически после каждого упражнения в йоге голоса и давайте теперь повращаем головой вот я уже начал вращать головой потому что шея также очень важна и выдохи делаем озвученные вращаем головой мы с удовольствием будет удовольствие будет результат в другую сторону хорошо вдох озвученный выдох и давайте проверим насколько у нас шея напряжена или расслаблена возьмемся правой рукой шею спереди левой сзади и если шея напряжена мы ее расслабляем и делаем такие три выдоха ха с расслабленной челюстью расслабляя шеи еще больше хорошо когда мы расслабляем шею мы на самом деле двигаем все блоки в нашем теле выдох озвученный выдох а теперь вспомним что вчера был хэллоуин и начнем кривляние с такими движениями руками тут у нас качей бессмертная есть давай качей а мы такие ведьмочки и со звуком озвученный все с тобой ясно еще на первом уроке снимаем маску таким образом с лица которую мы постоянно носим хорошо вдох озвученный выдох и второе очень важное место это челюсть челюсть у нас зажата она держит различные блоки которые мы держим с детства подавленный гнев агрессия все здесь у нас откладывается и мы сделаем такое упражнение представь себе не представим себе что мы нас держали где-то в подвале очень долго а мы с таким зверским лицом открываем челюстью вырываемся из подвала ну причем рука у нас пытается закрыть рот научились побеждает голову держим прямо хорошо какие мысли людей которые только подключаются это мы йогой голоса занимаемся снимаем напряжение с лица озвученный выдох хорошо так тут надо немножко для для рук вместо и делаем такое движение с руками резко вдыхаем полной грудью и поднимаем голову и с выдохом отпускаем пространство груди а теперь другой звук как будто мы выпускаем что-то что не служит из нашего пространства сердце и чувствуем такое облегчение хорошо вдох озвученный выдох и давайте поднимем руки и поддержим их 10 на счет 10 мы бросаем их резко как будто тотально отпускаем контроль я считаю до десяти раз два три четыре пять шесть семь восемь девять бросаем тотально отпускаем контроль хорошо вдох озвученный выдох и теперь перейдем пространство живота сделаем такие на вдохе мы поджимаем живот на выдохе отпускаем разминаем таким образом живот хорошо вдох озвученный выдох и переходим к звучанию для многих оказывается открытием что мы можем с помощью звуков собственного голоса звучать в различной части нашего тела чувствовать вибрацию в костях в мышцах в различных органах и вибрация нашего нашего голоса подстегивает мир микро вибрации в клетках и на этом основе усилительный эффект йоги голоса и сейчас направлю направим наше внимание в область крестца и начнем с такого гудящего звука у в низкий достаточно тон нас вас на своем тоне прозвучиваем крестец многие и представляем что такое звуковой корень врастает в землю в а в 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 хорошо заканчиваем чувствуем как вибрации продолжаются мы даже закончили и переходим к пространству живота это звук о здесь находится кольцо органов и также же пространство живота это постро пространство нашей жизненной силой живот от слова жизнь и если под наблюдать за ребенком он ходит вот прям начиная с живота мы взрослые теряем эту способность вот на йоге голоса на энергетических практиках мы эту способность восстанавливаем направляем внимание в область живота и звуком о прозвучиваем живот звук немного илья уже зевает это нормально можешь поспать это значит что-то там восстанавливается звуком о прозвучиваем пространство жизненной силы о 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 и еще раз о о о о о И еще раз, потому что так классно. Хорошо, вдох озвученный, выдох, и переходим к пространству сердца. В пространстве сердца у нас очень много различных икорей, все, что держит нас от исполнения наших целей, от наших мечт, это отношения с людьми, разные ситуации. И вот через звук А, такой открывающийся, мы прозвучиваем наше сердце и очищаем это пространство. Звук А из груди идет. О-о-о-о-о-о-о-о-oh. Амф. 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 Хорошо, вдох озвученный, выдох. А теперь соединяем эти три звука, как будто какой-то цветок вырастает, корень его где-то в нашем крестце, потом повышаем тон, идет через живот и выходит через сердце, цветок звука. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА О-о-о-о О-о-о! Хорошо. Делаем паузу. Чувствуем вибрации, которые продолжаются, даже когда мы перестали звучать. Хорошо. Вдох, озвученный выдох. И теперь звуком Ом, примерно равное звучанию О и М, мы собираем вибрацию в животе. Ом, 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 Еще один раз. Ом, 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 Хорошо. Дышу вдох, озвученный выдох. И обращаю внимание на состояние, как оно изменилось по сравнению с началом практики. Обычно после звучания чувствуется, что ум успокаивается. Потому что звук, звучание собственного голоса — это наиболее легкий путь, как остановить бесконечный поток мыслей. Практически сразу же голова переходит в альфа-состояние. То есть пониженная активность по сравнению с бета-состоянием нашим будничным. Альфа-состояние — это состояние реализации намерения. И зима — это такое время спячки. Время спячки с мистическими снами. И в каком состоянии мы проводим зиму в эту спячку, так мы настраиваемся на будущий год. И вот мы приглашаем вас на тур с 3 по 5 декабря на Алтае. Погрузиться в йогу голоса и звукотерапию. На изучение ханга и голоса своего, собственно, голоса. Артур, ты про звукотерапию скажешь что-то? Ну да, у нас будут глубокие медитации и глубокое расслабление через хэн-пан и другие звуки других инструментов. Это такая глубокая йога-нидра, можно ее назвать. Где мы будем путешествовать в глубину себя. Это будет все в шавасане делаться, происходить лежа. Ну не только. Это основная часть будет. Но также будем петь и мантры под гитару, под хэн-пан. Позвучим. И даже может подвигаемся. Обязательно подвигаемся. Я беру с собой танцы. Очень классная музыка. Почему на Алтай, почему двухдневный тур мы решили? Потому что я веду регулярные занятия йогой голоса по субботам. Но за полтора часа, за полтора-два часа практики мы не успеваем достаточно погрузиться, достаточно расслабиться для того, чтобы поработать с этой бессознательной системой контроля, и которая держит нас от того, чтобы проявлять себя через звук. И двухдневный формат – это наиболее такой оптимальный для йоги голоса. То есть ракета и взлетает, и успевает выйти на орбиту. Да, то есть вы успеете погрузиться в состояние. То есть мы поживем на природе, на природе Алтая. Съездим и погуляем по лесу, съездим в какие-нибудь места красивые. Это тоже будет. Да, где мы будем жить? Во-первых, жить мы будем в базе отдыха, комфортабельной, тёплой, зимней, на берегу Катуни. В 13 километрах от Чимала, это рядом с деревней Узнезян. Так, что там у тебя, Артур? Зарядка? Всё нормально, всё хорошо. Так, какие там… Что мы ещё должны сказать? Что мы ещё должны… Где мой план? Ну, в общем, это будет погружение в природу, в себя, в звук, в глубокое расслабление. То есть для чего это нужно? Вам, нам, то есть мы хотим поделиться тем, что у нас есть, своими состояниями. Да, это на природе, Алтая, это будет происходить очень мощно. И вы также расслабитесь, почувствуете себя, оторвётесь от суеты, от социума. Да, и вот почему на Алтае? Смотрите, можно, конечно, было сделать и в Новосибирской области, наверное, по транспорту. Да, кстати, вот наш тур по вашим просьбам включает трансфер. То есть вам не нужно там беспокоиться о том, где взять машину, как там добраться до места. Мы берём вас здесь, отвезём туда и обратно. Вот эти вопросы мы возьмём на себя. Да, мы в тур будет включён. Проживание, питание, трансфер. Да, то есть всё полностью будет включено. Почему? Ну, всё-таки Алтай, это совсем не то, что Новосибирская область, как ты считаешь? Правда же, да? Ну, конечно, да. То есть это абсолютно другая страна. То есть мы идём, едем за волшебством. А Новосибирская область, она такая вот какая-то обычненькая. Просто привычная. Да, она не то, что привычная, просто мы приезжаем в Алтай, и мы приезжаем как будто в другую страну. То есть там Новосибирская область, она какая-то как будто бесхозная, как будто здесь нет хозяев. А там вот есть хозяева, духи, да? Ну, когда я приехал в Новосибирск первый раз, мне тоже понравилось. Понравилось, да? Я поэтому и остался, да. Ну, я тоже, в принципе, не местная, я из украинской деревни. Вот, уже спрашивают, какая цена? Ага, уже спрашивают. Да. Да, Алтай это мощно, говорят, совершенно с вами согласны. Алтай это мощно, там есть свои духи, конечно, свои владельцы пространства. И если им не уделить нужного внимания, они могут дать по шапке вообще-то. Но мы же с вами опытные люди, мы знаем, что нужно спрашивать разрешение, нужно спрашивать, нужно просить помощи у них и так далее. Это отдельная тема для эфира. Потому что, да, Алтай это храм у алтайцев, у них же религия шаманизм, и весь Алтай, вся природа является храмом Рыбая гора. Да, и поэтому я на Алтай три с половиной года прожил, это вкусил. Да ты что, я тоже, ну, я с детства там живу, у меня там, ну, в общем, папа с Алтая, турист. С детства хожу по горам Алтай, поэтому, конечно, Алтай для меня тоже это что-то такое прям, ух ты, как классно, что мы туда едем. Вот, но зато, если мы им понравимся, то они очень милостивы к тем, кто им нравится. Они одаривают всяческими дарами, изобилием и так далее. Хорошо. Так, а что у нас с ценой получается? С ценой. Значит, цена включает трансфер, включает проживание, питание и программу. Самая минимальная цена, которая действует сейчас, это 18500. Получается, мы приезжаем в пятницу после обеда, и в воскресенье после обеда мы уезжаем. Это все включено. Вот, дальше будет цена повышаться, и были вопросы там по QR-кодам, да, то есть, что там, будут какие-то проблемы или не будут. В общем, наша база принимает без ограничений, то есть, потому что, ну, как они нам объяснили, у них, они оформлены как частный дом, то есть, не как гостиница, то есть, они оформлены как частный дом, и они принимают в данный момент без ограничений. И мы также сделали очень комфортную систему оплаты, то есть, для начала вы можете оплатить 20%, 3,700, и до 24-го числа нужно оплатить полностью всю сумму. Да, то есть, забронировать сейчас можно, в течение суток, то есть, цена 18500? Да, нет, нет, не в течение суток, цена будет, по-моему, у нас до 10-го 18500, а потом будет повышаться. Вот, но лучше всего оплатить прямо сейчас, в течение суток после этого эфира, потому что мы даем очень классный бонус для всех, кто запишется на тур, и оплатит первоначальную сумму в течение суток после эфира. Мы даем бонус, я сделаю аромаплатье или аромакостюм, проведу ароматестирование, индивидуальное ароматестирование, ну это вообще очень крутой бонус. Я знаю, что кто-то из моих клиентов очень об этом мечтает, но всё никак не может решиться. Вот, ну вот, решайтесь, и всё получите, и всё сразу, представляете, как классно. Да, потому что аромаплатье или аромакостюм стоят 2500. Какие? Нет, это духи стоят 2500, 5500 стоят сейчас. Вот, ну вот только для самых решительных, для тех, кто смотрел эфир, вот только вот для этих. Да, мы находимся в Новосибирске сейчас, в прошлом городе мы, да. Мы находимся в Новосибирске. И выезжать будем с Новосибирска. И выезжать будем с Новосибирска. Ну, в принципе, вот, вы можете приехать из других мест, да, то есть у нас нет таких ограничений, что обязательно в Новосибирске положено. Ну да, ну, то есть трансфер оплачен с Новосибирска до Алтая. Да. Привет, Коля. Привет, поехали с нами на Алтай. Да, поехали. Так, что это вот я ещё не рассказала, про бонусы сказала. Вот. И в течение этих двух дней, в течение погружения, мы будем делать такие практики, которые, в принципе, на регулярной практике мы не делаем, такие, как песни силы, очищение пространства сердца. Ну, вот они требуют погружения, они требуют действительно отрыва от нашей настоящей жизни. Привет, привет всем, кто присоединяет. Что-то вы поздно, ребята. Так, дело не пойдёт. Про даты мы говорили. Даты с 3 декабря по 5 декабря. С 3 по 5, да. Получается, в пятницу это 3, а 5 это воскресенье. Мы возвращаемся. Да. Ну, что мы вроде всё рассказали. Давай тогда немножко я позвучу. Позвучим, а интуитивное пение будет или просто позвучишь? А давай, я сейчас начну, а потом ты подключишься. Хорошо, давай. Да, я проведу немножко. Давай. А, тихо. Можно прикрыть глаза, почувствовать своё тело, ощутить тяжесть этого тела, как оно давит на стул, на ту поверхность, на которой вы сидите или лежите. Ощутить пространство вокруг тела, то пространство, в котором вы находитесь. Заметесь, что тело находится в пространстве. Обратите внимание на своё тело. Обратите внимание на своё лицо. С выдохом мягко его расслабьте. С выдохом расслабляем лоб. И расслабление проникает всё глубже в мозг, к центру головы. С каждым выдохом наш лоб расслабляется. И посылаем улыбки и расслабление к центру головы. Наш центр головы расслабляется. Мысли уходят. Психика расслабляется. Теперь внимание переводим вниз живота. Примерно два сантиметра вверх от промежности тела. По центру тела. Представляем там маленькую точку, светящуюся на некий наш центр тела. И так же с выдохом мягко расслабляем его. Посылаем туда волну расслабления, улыбки, радости. Расслабляем эту точку. Наше физическое тело расслабляется. Становится мягким, расслабленным, тёплым. Заполняет приятное тепло. Внимание внизу живота. Расслабляем точку. Тело наполняется приятным теплом, расслаблением. А теперь вспомните образ счастья, радости и любви. То, что вызывает в вас эмоции счастья, радости и любви. Это может быть любимый человек. Либо ситуация с жизнью, образ из прошлого. Либо образ себя счастливого в будущем. Некое идеальное состояние, идеальное чувство счастья, радости и любви. Через образ постарайтесь воспроизвести его у себя. Тот момент, когда мы максимально счастливы, наполнены. Можно физически улыбнуться. Широко-широко. Это поможет. Не надо стесняться. Когда проявилось это чувство, это состояние. Отпустите образ. Отпустите все мысли, представления. Оставьте только это чувство, это состояние. И сосерцайте его. Чувствуйте его. И под вашим взором она становится все больше и больше, разжигаясь. Разгораясь, как пламени костра. Вгружайтесь только это чувство, только это состояние счастья, радости и любви. Радуйтесь ему. Наслаждайтесь им. Теперь из этого состояния посмотрите на образ себя. То, как вы себя представляете. То, как вы себя называете. Своё имя и образ себя. Посмотрите на себя из этого чувства, с улыбкой, с этой радостью и любовью. Никак не оценивая, не оценивая, не анализируя. Просто наблюдая из этого чувства, никак не описывая. Теперь обратите внимание, вспомните образ близких людей. Посмотрите на них из этого чувства, из этого состояния. Посмотрите из этого состояния на свою работу, на то тело, которым вы занимаетесь. Посмотрите на то пространство, в котором вы находитесь. На ваш дом. Улыбнитесь ему. Никак не анализируя, не оценивая, то, как это всё выглядит. То, что там происходит. Просто созерцаем из состояния любви и наслаждения. Все процессы, которые происходят вовне. Которые происходят внутри, в теле. В чувствах, в мыслях. Акцент на внутреннем состоянии счастья, радости, любви. И теперь обратите внимание на тело, на ноги, на руки, спину, живот, голову. Почувствуйте. Почувствуйте себя. Почувствуйте вес тела. Насладитесь им. Наполните его собой, своим состоянием наслаждения, счастья, радости, любви. И можете открыть глаза. Из этого состояния посмотреть на то, что вы видите. И немножечко позвучим. Йогой голоса. Да, сейчас попробуйте поймать своё состояние. И какой звук сейчас идёт у вас. Это может быть какой-то стон. Даже не звук. Это может быть стон такой типа. Или однотонный звук. Если в процессе звучания захочется изменить тон. Или пойдёт какая-то мелодия спонтанно. То позвольте ей проявиться. Но не надо специально этого делать. Можно просто мычать. Однотонно петь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ждем ваших заявок на тур Я записываю людей на бонусы Надеюсь, вы успели услышать Но если не успели, будет запись Прослушайте обязательно, какой классный бонус Мы приготовили для самых решительных И до встречи До встречи на наших практиках На наших практиках По субботам, как штык Йога голоса А в этот раз еще будет воскресенье В городе, в студии Йога Плюс Приходите, там еще будет ароматестирование Это у меня у Артура, что у тебя будет? Да, у меня тоже в ближайшее время Много концертов Это ближайший будет 11 ноября Академия Игоря Крутого И 12-го город Обь Так что и кто ездит из города Обь Кто по принципу ждет, приезжайте А 7-го это закрытые мероприятия будут Ну и на следующие выходные Да, у меня занятия на хэмпане Будут в Кольцово В воскресенье В 5 часов И я думаю, в субботу еще будет занятие И возможно какое-то мероприятие Я успею сделать Так что Сидите за анонсами тоже Благодарю всех Да, подписывайтесь на меня На Артура Всем доброго вечера Всем доброго вечера Что тут надо нажимать? А, вот крестик Это крестик Суббота Спасибо за субботу Продолжение следует...